Приветствую вас, и как я понял, речь идёт именно о таком неком психологическом портрете того знака Водиака, который вы описываете, речь идёт о особенностях поведения этого знака Водиака, и вы хотите немножечко лучше может быть понять, как ведут себя представителю этого знака в любви. Ну, первое, о чём, наверное, хочется сказать, первое, это то, что представители этого знака Водиака мягкие, как правило, преданные, спокойные, рассудительные, не импульсивные, может быть даже, может показаться, что они безвольные, вот, безвольные, но по большому счёту это просто так проявляется своего рода бесконфликтность людей, данного знака Водиака. И, соответственно, в любви они нежные, часто могут показаться ведомыми, не ведущими, да, а именно ведомыми. Вечко, ещё раз повторяю, может быть, могут производить впечатления достаточно таких бесхарактерных, неволевых людей. Но на самом деле, опять же, людям этого знака Водиака свойственна некоторая упрямость, некоторая упёртость, вот. Причём упёртость и упрямость, в общем-то, в самых таких неожиданных, скажем так, проявлениях, вот. когда, как бы, ты не ждёшь от них этого, а это происходит. Вот. Не стоит ожидать и скандалов от данного знака Водиака. не стоит ожидать конфликтов, но при этом, как это сейчас и бывает с людьми, если человек не выражает обиду, например, своих, то она у него может накапливаться, она у него может, может, ага, как-то вот, всех накапливаться и, соответственно, в неожиданный момент задать о себе знак. Если человек данного знака Водиака потеряет доверие, то вернуть его будет довольно-таки непросто. это, но всё же, возможно. То есть, неизпильчивость, мягкость, при этом, зачастую, граничивая с безвольностью и слабостью. Вот так обычно принимается поведение данного знака Водиака представителей данного знака Водиака. Вот. В принципе, на этом, наверное, всё. Именно в любви эти люди ведут себя так. Да? Вот. Иногда. Иногда. С такими людьми может не хватать чувственности. С такими людьми может не хватать искренности по мнению тех, кто общается с этими людьми. Вот. Так это или нет, конечно, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Вот. И я так понимаю, что речь идёт о конкретном человеке. Вот. Поэтому более правильно будет для вас не задавать такой общий вопрос, а более подробно, более подробно описать проблематику, да, то есть, что стоит за этим вопросом, чего вы хотите действительно, что вы действительно хотите спросить, что вас действительно волнует. Потому что вот тот факт, что у вас есть определённые желания, которые вы, скажем так, не выражаете, вы пытаетесь либо предсказать сейчас поведение человека, ну, того или иного человека, да, тех или иных людей вы пытаетесь предсказать. Вот. Ага. Либо... Либо... Все-таки избегайте себя. То есть, избегайте чего-то, связанного с вашим желанием. А значит, не принимайте себя, не принимайте своих желаний. А значит, если этого не происходит, то вы соответствующее поведение как бы отзеркаливаете своему партнёру или партнёрам. Из-за чего возникает проблема в отношениях. Поэтому с вашей субъективной стороны нужно разбираться более подробно. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.